В эфире служба новостей Саров 24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Новых больных больше, чем выздоровевших. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Не заплывать за буйки о правилах поведения во время купания и отдыха на водоемах. Два года с протекающей крыши очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Далее расскажем обо всем подробно. В России от коронавируса вылечились более 480 тысяч пациентов. Общее число выздоровевших превысило 68% от общего числа случаев COVID-19. Всего за последние сутки в России зафиксировали 6,5 тысяч новых случаев коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано более 707 тысяч заражений. Клава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко константировал устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 практически во всех регионах России. Между тем, Минздрав одобрил третий препарат для лечения коронавируса – коронавир. Принимать его будут только в условиях стационара. Лекарство разработала компания «Эрфарм». В Нижегородской области за последние сутки выздоровели от COVID-19 еще 433 человека. Это почти вдвое превысило количество новых больных. Всего от коронавируса в регионе вылечились более 13,5 тысяч нижегородцев. С начала пандемии в Нижегородской области COVID-19 заболели почти 19,5 тысяч человек. Порядка полутора тысяч лечатся в больницах. Свободный и коечный фонд составляет 57%. 236 человек находятся в обсерваторах. За минувшие сутки от COVID-19 умерло еще 4 нижегородца. Таким образом, количество смертей в регионе достигло 279. В Сарове с начала пандемии зафиксирован 651 случай заражения коронавирусом. За последние сутки еще у 17 саровчан подтвердился диагноз COVID-19. 359 человек справились с болезнью и выздоровели. 48 саровчан находятся на лечении в стационарах. 43 человека лечатся в инфекционном отделении клинической больницы номер 50. 5 в Приволжском окружном медицинском центре. Один из них находится в тяжелом состоянии. У нас очень печальная новость. У нас один наш саровчанин в Приволжском окружном медицинском центре вчера умер. И это непосредственная смерть во время лечения от COVID-19. У него, конечно, весь был стандартный набор. И возраст 65 лет, и сопутствующие заболевания. Все это, конечно, было. Но, тем не менее, была и большая надежда, что он выкарабкается. И даже уже было некоторое улучшение. Уже была надежда у медиков и у родственников, что все пошло на поправку. Но потом опять резкое ухудшение и очень быстро смерть. На карантине под наблюдением медиков остается 191 человек. За сутки на COVID-19 сделано 327 тестов. Ремонт дорог в России – это предмет вечных обсуждений и споров, которые обычно заканчиваются одним – нехваткой денег на этот самый ремонт. Одно из решений проблемы предложили в Министерстве транспорта. Привлечь деньги компании и людей на строительство дорог через выпуск облигаций. Конкретные варианты народного финансирования проектов ведомство обещает представить до конца июля. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы обратились к горожанам с вопросом, готовы ли они дать в долг под проценты государству на строительство дорог. Категорически отказались от такой идеи 70% участников вопроса. Согласились финансировать ремонт дорог 5% респондентов. Четверть саровчан рассмотрели бы этот вопрос положительно при дополнительных гарантиях от государства. В июле в Нижегородской области утонули 8 человек, в том числе один ребенок. Основными причинами гибели людей стали несоблюдение правил безопасного поведения на воде, купание в несанкционированных местах или в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок утонул по невнимательности родителей. Как отдыхать на водоемах, чтобы не навредить здоровью и жизни? Об этом в следующем репортаже. Отдых на воде – прекрасный способ спастись от жары, получить максимум удовольствия и укрепить здоровье. Тем более, что в Сарове официально открыт купальный сезон. У нас сейчас купальный сезон с 1 июля открыт в двух местах официально. Это озеро Боровое и озеро Протяжное. Места подготовленные для отдыха людей. Ну, как говорится, всех отдыхающих приглашают проводить время там. Умение хорошо плавать – одна из гарантий безопасного отдыха на воде. Но даже отличный пловец должен соблюдать осторожность, придерживаться элементарных правил, выбирать отведенные или хорошо знакомые места для купания. Не забывать, что вода – это у нас все-таки неестественная среда обитания для человека, поэтому понимать, что вода таит за собой опасность. Это и резкое охлаждение организма, которое может к проявлению сердечно-сосуществ, к заболеванию привести. Ну и элементарное утопление. Чтобы не получить переохлаждение организма, купаться рекомендуется в солнечно-безветренную погоду при температуре воды от плюс 20 градусов. Категорически запрещено нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, подплывать к любым водным транспортным средствам и устраивать в воде игры, из-за которых можно захлебнуться. Совершенно недопустимо употребление спиртных напитков. Если на ваших глазах тонет человек, а вы не в силах оказать ему помощь, то незамедлительно звоните по номеру 112. В Приворском федеральном округе официально дан старт проекту «Форм-арт», направленному на развитие уличного искусства. Цель фестиваля – поддержка творчества молодых художников, создания современной городской среды и новых культурных кодов с помощью искусства граффити. Участниками проекта могут стать как профессиональные стрит-арт-художники, так и любители в возрасте от 16 до 35 лет. Для участия в фестивале нужно подать заявку через сайт formart.pfo.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство России приняло постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать пособия в повышенном размере. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, Кабинет министров направит на эти цели 13,5 миллиардов рублей. Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил с 1 мая на 3 месяца увеличить минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тысяч рублей. В Нижегородской области стартовала антикризисная программа по развитию бизнеса и поддержке предпринимательства. К участию приглашают граждан в возрасте от 14 лет, вне зависимости от того, есть у них собственное дело или пока еще нет. Им расскажут о том, как в кризисный период найти работу и построить карьеру, или открыть свой бизнес с привлечением государственной поддержки. Более подробную информацию о проекте можно получить по телефону 8 800 201 52 80. В полиции напоминают о том, что у граждан, которые незаконно хранят оружие, есть возможность сдать его за вознаграждение и избежать уголовной ответственности. Для этого необходимо обращаться в дежурную часть любого территориального органа внутренних дел по месту жительства. Право на денежное вознаграждение за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств имеют только совершеннолетние граждане. Трава по поясу, и это не в поле, а практически в центре города. Жители Сарова регулярно выкладывают в социальных сетях фотографии с зарослями сорняков в разных частях города. Наша съемочная группа решила собственными глазами увидеть, как обстоят дела с покосом травы. Подробности далее. Каждое лето остров встает вопрос покоса травы в городе. Одни саровчане придерживаются мнения, что ее трогать не нужно. Другие утверждают, что устали пробираться сквозь заросли. Так или иначе, убирать высокую растительность вдоль дорог и на основных местах прохода людей – необходимость. И дело тут не только во внешнем виде территории. Трава возле детского сада номер 44 выросла до внушительных размеров. На некоторых участках она достигает более полутора метров. В зарослях скапливается мусор и пыль. Проходящему репейник цепляется за одежду. Обзора почти нет. Да что уж и говорить об эстетической стороне вопроса. Высокая трава – источник для размножения блох, клопов и клещей. В ней часто прячутся бродячие собаки, встреча с которыми может обернуться неприятностями. На дорожных поворотах за зарослями порой плохо видно других участников движения. В социальных сетях саровчане активно обсуждают масштабы городской растительности. Трава везде буйствует, плохо косят в этом году. Как и в том году, ничего не меняется. Звонишь в ЖКХ, там посылаю, в ДГХ – такая же история. А в этой траве вот такая живность водится. На Северном переулке такая же картина. У нас во всем городе так, не только у Рыничка. По словам начальника сектора благоустройства Департамента городского хозяйства, на проведение работ в этом году повлияли пандемия и погодные условия. Много дождей у нас было, много солнца, много тепла. Травяная масса очень большая, поэтому покос происходит в тяжелых условиях. Плюс еще при пандемии иногородние рабочие долгое время не могли въехать. Поэтому идет достаточно тяжело. Ну, в первую очередь у нас пользуются детские площадки, въезды, выезды во дворы, так, чтобы обезопасить граждан и транспорт, чтобы предупредить дорожно-транспортное происшествие. Придомовые газоны содержатся управляющими компаниями. Дворовая территория обслуживается разными фирмами по муниципальному контракту. Узнать, в чью зону ответственности входит конкретная территория, можно в департаменте городского хозяйства. Два с лишним года жильцы дома по улице Гоголя ждут от управляющей компании устранения последствий поломки. Все это время они вынуждены постоянно смахивать текущую сверху воду. А во время сильных дождей на полу образуются лужи. Устав от бесконечных отговорок сотрудников управляющей компании, жильцы обратились в рубрику «Городской дозор». В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Подоконник тут вот, он все там зажелтело. Обои от сырости отстают. И уже иногда, когда все закрыто, помещение, начинает запах. На протяжении двух лет Татьяна Боярова пытается добиться, чтобы сотрудники центра ЖКХ сделали ремонт в ее квартире. Помещение заливает весной во время таяния снега и при каждом дожде. Вода проникает через щель, которая образовалась на 10 этаже на открытой веранде дома. Они нам пообещали сделать в течение лета. Ну вот, в течение лета у нас приходили специалисты, смотрели, обещали. Вот, значит, в 19-м, это в 18-м году. В 19-м тоже самое. Начали, как весна начинается, начинают звонить, обещают, придем, посмотрим, приходят, смотрят. Потом резко уходят все в отпуск. И я не знаю, с кем связаться и к кому обратиться. Но вот уже 20-й год. Вот как ливень, как дождь, у нас опять вот такая проблема. Татьяна и ее супруг предполагают, что внутри пола нарушена гидроизоляция и необходимо срочно вскрывать кафель. Сами Бояровы делать это боятся. Говорят, что опыта недостаточно. Но чтобы хоть как-то предотвратить потоп, они соорудили ручной слив. Это муж построил, потому что когда с крыши течет, вода стекает, и куда-то затекает она там, потому что сразу начинает и сюда течь. Вот он сделал, чтобы ближе к канализации, вот это вот, там железо подложил и желобочек сделал, чтобы тоже в канализацию сразу стекало. Вот, ну все равно затекает, но хотя бы не так. В центре ЖКХ нам сообщили, что в 2020 году обращений по поводу протечки из дома номер 18 по улице Гоголя к ним не было. Последнее заявление от жильцов поступало в 2019-м. Еще тогда все проблемы были устранены. Был прочищен внутренний водосток. Предположительно, протечка 2019 года, с акцентирую ваше внимание, потому что предварительные причины той протечки годовалой давности практически, это две причины, которые одну устранили. Вторая причина, она в плановом порядке у нас будет выявляться. Она связана со вскрытием напольного покрытия. Константин Зайцев уверил, что ремонт напольного покрытия в доме номер 18 по улице Гоголя запланирован на 15 июля. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Юбилярами в мире литературы могут быть не только люди, но и книги. Произведения, созданные много лет, даже столетия назад, остаются актуальными в 21 веке и не теряют своей популярности среди читателей. Об известных произведениях художественной литературы и об их знаменитых авторах мы будем рассказывать еженедельно вместе с сотрудниками Музея книги библиотеки имени Маяковского. Юбилеи писателей и поэтов, годовщины написанных ими произведений, события, которые становятся отличным поводом поближе познакомиться с личностью авторов и их творчеством. Уникальные редкие экспонаты и современные издания, их для саровчан представят сотрудники библиотеки Маяковского на выставках в Музее книги. В отделе редкого фонда хранится около 3,5 тысяч изданий художественной и научной литературы. Библиотека Маяковского входит в число держателей книжных памятников Российской Федерации. Ее сотрудники хотят показать читателю, что книга не только источник знаний. Книги могут быть предметом искусства и изобретения человечества. Множество книг хранятся в редком фонде по той причине, что они представляют из себя культурную историческую память. Многим книгам более ста лет они оформлены выдающимися художниками, иллюстраторами, написаны известными классиками русской и зарубежной литературы. Этим летом библиотекари периодически будут формировать экспозицию из книг, которые находятся в читальных залах и доступны к пользованию, а также из особо ценных экземпляров, которые обычно скрыты от глаз посетителей. Чтобы обеспечить сохранность наиболее ценным изданиям, мы храним наши книги в закрытых шкафах. И особо ценные издания мы размещаем вот в таких футлярах из бескислотного картона. И, безусловно, их разглядывать и смотреть можно только в специальных перчатках. При определенном запросе читатель может тоже воспользоваться этими же самыми перчатками и тоже посмотреть, полистать. Не пропустите уникальный шанс окунуться в мир литературы и искусства. Следите за нашими новостями. Мы будем рассказывать обо всех летних выставках в библиотеке имени Маяковского. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин